Сегодня откроется очередная 33-я сессия Архангельского областного собрания депутатов. В повестке важные социальные вопросы, в частности, предлагается выделить 87 миллионов рублей на предоставление жилья для детей-сирот. Отдельное внимание народные избранники уделят ситуации вокруг хоккейного клуба «Водник». Депутаты намерены подписать обращение в защиту команды министру спорта России. Будет рассмотрено около 30 вопросов. Законопроекты второго чтения о капитальном ремонте многоквартирных домов, о стратегическом планировании в Архангельской области, о социальной поддержке ветеранов. Будут поправки в бюджет. В Котласе произошел пожар в здании городского дома культуры. Загорелась сцена была реальная угроза распространения огня в зрительный зал. Ситуация осложнялась тем, что во всем городе не было воды. Таков сценарий учения огнеборцев. К зданию ДК прибыло сразу несколько пожарных расчетов. На сцену был подан ствол для предотвращения распространения горения в зрительный зал. Также были поданы стволы в пространство под сценой. Для того, чтобы ограничить распространение пожара на колосники, было проверено также чердачное помещение. По окончании учений прошел разбор полетов. Эксперты оценили действия пожарных в экстремальных условиях на хорошо. Арктика интересна всем. Ученики начальных классов из Северодвинска посетили офис национального парка «Русская Арктика», побывали на увлекательной лекции, услышали рассказ о флоре и фауне земли Франца Иосифа, секретах Баренцева моря и тайнах арктических архипелагов. Из виртуального путешествия по Арктике ребята вернулись с новыми знаниями. Белые чайки, ключевая зона их обитания, на земле Франца Иосифа, 25. Захотелось побывать тебе в Арктике? В Арктике? Ну, если только летом. В Архангельск приходит Европейская весна. 12-й международный музыкально-театральный фестиваль стартует сегодня в Центре Патриот. Артисты Питерского театра покажут танго опера «Мария де Буэнос-Айрес». В фестивале также примут участие музыкальные коллективы из Франции. Одним из главных событий станет спектакль известного режиссера Максима Диденко «Конармия». Наш каждый фестиваль – это совершенно отдельный проект, и каждый год они очень отличаются друг от друга. Например, в этом году у нас есть программа, в которой могут принять участие и дети. Это 19 апреля – театр «Семья Нюки» со спектаклем «Семья Нюки-экспресс». Туда мы приглашаем всех – родителей, детей, молодежь. Сегодня в Архангельской области официально начинаются 51-е Беломорские игры. Заявки на участие в них подали почти 700 спортсменов из 18 регионов страны. Программа соревнований включает пять видов, откроет игры «Спортивное ориентирование». Оно пройдет на территории лыжного стадиона в Малых Карелах. Первый старт будет дан 24 марта. Затем с 29 марта у нас стартуют лыжные гонки в Онежском районе. С 30 марта на территории стадиона «Труд» в крытом ледовом корте у нас начинается мини-хоккей с мячом. И с 31 марта у нас начинается хоккей на ледовом комплексе «Беломорец» в Северодвинске. И фигурное катание – это на базе Дворца спорта «Просоюзов». Сегодня в Новодвинске уже второй год подряд стартует первенство по боксу Северо-Западного федерального округа. В город Бумажников съехали 100 спортсменов из 10 регионов. Откроется турнир в спортивном зале спорткомбината «Двина», а лучших боксеров объявят 26 марта. Подготовка у нас была хорошая. У нас в сборной республики Коми, у нас был централизованный сбор в Сыктывкаре, где там была и нагрузка на ОФП, и на тактико-техническую подготовку. Вот Двина молодец, я честно скажу, мы даже не ожидали. Ведь они нас и встретили на железнодорожном вокзале, выделили там все автобусы, доставили нас прямо по месту, где мы проживаем. Показали нам зал, где будем боксировать. Очень хороший зал, молодцы. Вообще организация очень хорошая. Сегодня в Архангельске и пообласти облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, днем с дождем. Ветер южный и юго-восточный слабый, днем умеренный. Температура от 3 до 5 градусов тепла. Тип погоды второй благоприятный.